Всем привет! Добро пожаловать на обзор Lada Granta Luxe 2013 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 419 000 рублей. Выражаю благодарность автосалону Авто 1 за предоставление автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи. При покупке автомобиля вам будут выданы ключи со штатной сигнализацией. Давайте начнем. Двухцветный тканевый салон. Трехспицевый руль. Ниссановский автомат. Четырехступенчатый. Не очень расторопный, но зато надежный. Двухцветный. Здесь установлен электроусилитель руля. Рулевая колонка регулируется только по высоте. Механические рульровки имеет. Сейчас давайте включим фары. Противотомарные фары. Дальность от фар. А также аварийная сигнализация. Электростеклоподъемники. Стекла не опускаются до конца. Сейчас давайте откроем капот. Размер на шин 175 на 65. Задние барабанные тормоза. Брызговики. Хромированная накладка. на фальш в радиаторной решетке. Что касается двигателя, то здесь установлена рядная четверка, 16-клапанная, объем 1,6, мощностью 98 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля составляет 170 км в час, динамика разгона от 0 до 100 км в час за 12 секунд, расход топлива в городском цикле это 9,5 на 100 км, в загородном цикле 6,3. Объем топливного бака составляет 50 литров. Привод передний, передняя подвеска независимая пружинная, Макферсон, задняя полунезависимая пружинная, тормоза передние дисковые вентилируемые, задние барабанные. Снаряжная масса автомобиля составляет 1115 кг, полная масса 1560 кг. Объем багажного отделения составляет 480 литров. Задние датчики парковки. Подсвет, наверное, снабил. Стоп-сигнал. И сейчас, детально рассмотрев экстерьер автомобиля, давайте перейдем к интерьеру. Панели дверей обтянуты тканью. Полный электропакет. Электрорегулированные зеркала с подогревом. Электростеклоподъемники. Центральный замок. Блокировка стекол. Миша для вещей. Водическое сидение имеет механические регулировки. Стандартно продольные. Спинка сидения. Регулируемые подголовники. Регулирование угла наклона фар. Без шума работает аварийная сигнализация. Сейчас давайте послушаем, как звучит двигатель. Не буду давать большие обороты. Бортовой компьютер. Кнопки управления. Цифровые часы. Адометр. Сколько вы пробовали в пути. Средний расход. Средняя скорость. Температура за бортом. Сколько осталось до заправки. Вся необходимая информация для водителя. Дефлекторы в вентиляционных отверстий. В серебристой окантовке. Полка для вещей небольшая. Салонное зеркало заднего вида. Без автозатемнения. Здесь установлены две подушки безопасности. Контейнер для очков. Он обит тканью. Солнцезащитные козырьки. Подсветка. Со стороны пассажира есть макияжное зеркало. Штурманский свет. Аудиосистема. Четыре динамика. Вход для SD-карты. Тачскрин-дисплей. Радио. Видео. Фотографии. Телефон. Аудио. И основные настройки. В таком режиме отображаются станции. Регулировка звука. Подключение звука. И различные режимы. Настройка. Низкие и высокие частоты. Довольно отзывчивый дисплей. Настройка видео. Автомасштабирование. Подгонка по ширине. Сохранение пропорций. Настройка фото. Все можно индивидуально настроить. Время. Настройки времени. Язык также. Настройка телефона. Посредством Bluetooth связи можно соединить телефон. И настройка самого экрана. То есть это яркость, контраст, насыщенность. Режим день-ночь. Автоматический режим. Видео. Настройка видео. С SD-карты можно загружать любые видеоролики, либо фильмы. Отображается дата и часы. Фотографии. Соответственно, такие же настройки. Телефон. Аудио настройки. И основные, которые я уже вам показывал. Интуитивно понятная система. Очень отзывчивая. С четкой графикой. Температура. Регулировка потоков воздуха. Различные режимы. Рециркуляция. Кондиционер. Задняя погреб стекла. И по тактильным ощущениям. Хотелось бы по качеству, чтобы все кнопки были немного получше. К радиосистеме претензий нет. А в целом, я думаю, от бюджетного автомобиля большего и не ждешь. Еще, ребят, для сравнения, такая же Lada Granta Luxe. Все то же самое, только на механике. Пятиступенчатая механика. Еще, ребят, я бы хотел обратить ваше внимание на сидение. Боковая поддержка есть. Но вот, посидев в Lada Granta буквально с полчасика, сидения все-таки плоские. Я думаю, в дальней поездке это не самый лучший вариант. Как ни крути, они, в меру, жесткие, в меру, мягкие, конечно, но плоские. То есть, сидишь как на скамейке. Это максимальная комплектация, но здесь еще отсутствует датчик света и подогрев лобового стекла, которые будут расположены вот здесь, на лобовом стекле на самом. Прикуриватель, либо можно использовать в качестве розетки. Подогрев сидений, как водительского, так и пассажирского. С одной ступенькой, два подстаканника. Пепельница, которую можно передвигать. Четырехступенчатый автомат. С овердрайвом. Также, ниша для вещей. Ручник. Как переднего пассажира, так водитель будет очень просторно в этом автомобиле, даже врослом. Хорошая обзорность назад. Мало слепых зон. Единственное, что, наверное, не хватает, это удобного подлокотника. Но было бы неплохо, если бы был удобный подлокотник. Так, качество отделочных материалов, качество сборки. Здесь в основном применяется твердый пластик по качеству сборки. На бюджетном уровне все. Но, тем не менее, меня порадовал. То есть, порадовал вот эта развлекательная аудиосистема. С довольно большим дисплеем. Наконец-то появилось что-то достойное. Хорошая аудиосистема. И чтобы, соответственно, ее включить, также нажимаете на эту кнопку. Происходит загрузка. Сейчас давайте заглушим двигатель. Возьмем ключи и переместимся на второй ряд сидений. Двухцветный пластик применяется. Как я уже говорил, все на бюджетном уровне. Открывание крышки багажника с места водителя. Регулируемые подголовники. Легкая посадка на второй ряд сидений. Кармашки. Вещи с обеих сторон. К сожалению, центрального подлокотника здесь нет. Поручни, вешалка. Небольшой центральный тоннель. И прямом росте в 188 сантиметров. Я здесь довольно просторно. Учитываю этот факт, что я переднее сидение немножко отодвинул. То есть водительское сидение отодвинул немножко вперед. И над головой еще немного есть места. Теперь давайте посмотрим, насколько вместительное багажное отделение. Огромный багажник. Баллонник. Домкрат. Полноразмерное запасное колесо. Штамп. Подсветка. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прямой конкурент этого автомобиля Это Renault Logan А в целом, наверное, от бюджетного автомобиля большего не ждешь Единственное, что в комплектации Lux Хотелось бы увидеть навигацию, как минимум И еще парочку каких-либо приятных мелочей А в целом довольно неплохо Субтитры сделал DimaTorzok На этом обзор Lata Granta Lux 2013 года выпуска завершен Я надеюсь, вам понравилось Подписывайтесь на мой канал Всем удачи, берегите себя Всем хорошего настроения И увидимся в следующий раз